У нас на сегодняшний день подписано 4 соглашения с Украинским фондом инвестиций и 5-й находится в состоянии, уже проект согласовывается. 4 проекта это строительство двух социальных общежитий квартирного типа на базе Бривлагоярд 6. Это один из подъездов бывшей нашей поликлиники, которая находится на микрорайоне в районе кинотеатра Победы. Беляева 6 это бывший детский сад, который последние лет 10 был заброшенным. И также есть два социальных проекта, которые они финансируют. Вы знаете, что у нас в 4 школе есть проблема с кровлей, и это как социальный проект, они будут финансировать ремонт кровли. И точно так же в 4 школе замена будет произведена окон. Не всех, но если я не ошибаюсь, то 70 окон будет заменено в 4 школе. Это как дополнение, как второй субпроект социальный к двум строительствам в общежитии. Что касается непосредственно самого строительства, по Бривлагоярд 6 уже объявлена тендерная процедура, которая завершится в рамках двух недель. На базе Брива 6 будет построено 4 квартиры. И также мы ждем в течение ближайших двух недель объявления тендера по Беляева 16. И уже к середине лета, я думаю, что будет закончена данная тендерная процедура. Что касается использования в рамках договорных взаимоотношений с Украинским фондом социальной конституции, так как это грантовые деньги, действительно мы должны представлять в первую очередь непосредственно переселенцам. Из числа медиков, может быть? Ирина Владимировна Рудакова ведет переговоры для того, чтобы этот очередной наш этап наших партнерских взаимоотношений немножко направить в сторону потребностей жителей города Мелитополя, в первую очередь специалистов, медиков или работников отдела образования. Я думаю, что нам получится какой-то процент данных квартир получить в свое распоряжение. Тем более поток переселенцев на сегодняшний день, в нужденных переселенцев, можно сказать, иссяк. И те потребности, которые были у нас 3-4 года назад, уже полностью удовлетворены. Я думаю, что просвет в данной проблеме будет ближе к вводу в эксплуатацию. То есть осенью поговорим на эту тему. А в общей сложности сколько квартир будет? 4 на 2,6 и порядка 15 на Беляевых. А это квартиры они в собственность берут или это государственные? Не в коем случае. Условия пребывания ровно те же, которые есть на сегодняшний день на социальных общежитиях.